Здравствуйте, это канал Максимадзе и вы видели заголовок видео. Головок видео, это первоапрельская шутка, поздравляю всех с первым апреля. На самом деле речь всего не пойдет про вот такой вот алкотель Пикси. Значит, что у него по внешности? Значит, у него вот такой вот разбитый экран. Да короче, чай гоню. Короче, про алкотель тоже первоапрельская шутка, все-таки речь реально пройдет про вот этот вот МТС 970. А вот этот алкотель, собственно, я на него обзор сделать не смогу, потому что он и не включается. Мне его вчера отец с работы притащил, кто-то ему там дал. У него вот разбитый экран, я его короче воткнул в зарядку. Но когда его включаешь, на экране появляется надпись «Контакт-сервис». Скорее всего, его кто-то прошивал неудачно, или слетела прошивка. И все, больше никаких признаков жизни телефон тут не подает. Так что откладываем его в сторону. Короче, МТС 970 – это мой самый первый в жизни смартфон на Android. Был куплен он в 2013 году, примерно тогда он и вышел, или может быть годом ранее. И он бешено рекламировался по телеку и в билбордах во всяких, как самый дешевый смартфон. Всего 1900 с чем-то рублей. Правда, мы его купили за 2300. Такой вот нюанс. Сам телефон, собственно, что касается размеров. Длина корпуса его 115 мм, ширина 42 мм и толщина в 12,2 мм. Очень маленький, особенно по нынешним меркам. По нынешним меркам так вообще посмеются, если такой смартфон увидят. Значит, я купил его на Авито всего лишь за 500 рублей. Да потому что, кому такой нужен сейчас? Это кому такой телефон нужен в коллекцию? Только мне, потому что с этим телефоном мне связано воспоминание, как первый смартфон на Android. А что случилось с тем, который мне покупали? Я на тот момент учился в третьем классе. И на третий класс мне был куплен школьный рюкзак в виде тачки. Мультик такой называется. Тачки там с глазами. Короче, был прикольный и очень красивый портфель. Многие аж обзавидовались. Но этот портфель очень сильно подвел. У него задний карман был сделан из светоотражателя, который не выдерживал холода. И, короче, шел зимой по морозу. Короче, карман просто лопнул. Из него выпал и телефон, и ключи от квартиры. И, короче говоря, была просто печаль, конечно, для родителей. Была печаль, что были потеряны ключи в квартире. Из-за этого решили аж поменять дверь. Настолько испугались. Хотя, я думаю, что кто бы ключ опровал каждую дверь и нас бы нашли. Что-то я сомневаюсь. Но дверь все-таки поменяли. Но телефон, несмотря на то, что телефон очень дешевый и обладал очень скудными характеристиками, я его очень любил. Вот прям очень его любил и привязался к этому телефону. И он мне очень нравился внешне. Вот просто, просто я его внешне обожал. Вот просто обожал. Я ходил с ним всего лишь несколько месяцев. Где-то в декабре 2013 года я его и потерял. Или в ноябре, или в декабре, не помню. Короче, перейдем к самому телефону. Вообще, в рекламе его дизайн немножко отличался. Там камера находилась с правой стороны, а не с левой. Короче, дизайн этого телефона постепенно сменялся. У меня был вот такой вот, конкретно такой. За 2-300 рублей. Что касается внешнего вида. Я уже назвал его размеры. Собственно говоря, здесь находится разговорный динамик. Экранчик. Какого тут размера экранчик? Ой, я не на то высоте смотрю. Экранчик здесь всего лишь 480 на 320 пикселей. Это очень мало. 3,5 дюйма. В 2024 году никто с такими не ходит. Собственно говоря, сам экран плотности в 165 пикселей. И, ну, он естественно сенсорный. Как бы сенсорный телефон. Тут все понятно. Сколько всего цветов отображает, тут на этом сайте не написано. Значит, под экраном находятся сенсорные кнопки. И микрофон вот здесь. Значит, с этой стороны качелька регулировки громкости. С правой стороны без дополнений. Здесь находится кнопка включения и разъем 3,5 мм под наушники. Ах да, помимо регулировки громкости, здесь еще находится разъем microUSB для зарядки и подключения к компьютеру. Нижняя сторона также без дополнений. А на задней части находится логотип МТС. И динамик задний. И камера на 2 мегапикселя. По-моему, автофокуса в ней нет. И, собственно говоря, давайте его откроем. Симка здесь поддерживается одна. И только МТС поддерживает. Поскольку телефон брендный МТС поддерживается только сим-карта МТС. Однако есть способ этот телефон перепрошить и разблокировать. Тем самым возможность вставлять и другие симки. Что я, собственно, и сделал сразу же после покупки этого телефона с Авито. А в 2013 нам пришлось купить симку МТС. Потому что прошивать мы тогда не умели. Вот, собственно, разъем под сим-карту. Вот разъем под карту памяти. Давайте карту памяти я, кстати говоря, вставлю. Вот у меня есть. Сим-карту вставлять не буду, потому что можно и без сим-карты телефон запустить. Блин, может, как-то его сдвинуть. О, вот так. Вот так открывается. А, вот так. Показывают нам тут мелким рисунком, как вставлять карту памяти. Вот так. Аккумулятор здесь на 1400 мА. Держит он в режиме разговора, по крайней мере, по написанию характеристика, в 12 часов. В режиме ожидания 350 часов. Для сенсорного телефона это очень много. Вот так вот защелкивается крышка. Короче говоря, в 2013 году выходила модель от бренда Alcatel, которая называется Pixi 4007D. Alcatel Pixi 4007D. Короче, дизайн его был идентичный вот этому МТСу 970. Единственное отличие, это то, что здесь вместо МТС был написан Alcatel. И то, что вокруг камеры не черная вот такая вот кружочка была, а белый. В остальном дизайн такой же. У него есть одно преимущество. Это поддержка двух сим-карт. И причем не МТС мских, а любых. Но остальное все это недостатки. У него здесь, у него более старая версия андроида. Здесь Android 4.1, а там в Alcatel Android 2.3. Также более слабый аккумулятор, всего 1300 мА против 1400. Ну и, конечно же, камера. Здесь камера 2-мегапиксельная, а там 0,3 мегапикселя. А так, в остальном по характеристикам идентичные аппараты. Собственно, по, как вы уже поняли, здесь одна сим-карта. Сети здесь поддерживаются GSM 900, 1800 и 1900. Значит, встроенные памяти здесь 4 гигабайта. Однако, доступно меньше двух. Давайте его включать. Вот так вот он включается. Такая вот прикольная заставка МТС. Немножко прикрою шторку, чтобы свет из окна сильно не мешал. Пока телефон загружается, по поводу истории. Вообще, тогда, когда у меня был вот этот телефон, мой отец ходил вот с Alcatel. Сейчас его достану. Вот с таким вот Alcatel Scribe, если я правильно прочитал. Вот, это он самый, как раз таки отца телефон. И я свой МТС сравнил как раз таки вот с этим. Блин, я чувствовал себя гордым. Вот, у моих родителей смартфоны, у меня теперь есть смартфон. Блин, как же это классно все. Яркость, мне кажется, уменьшить надо. Так получше будет. Значит, что у нас на главном экране? Наш телефон загрузился. Красивая заставка МТС. Время настроено неправильно, потому что я вытаскивал аккумулятор. Значит, тут у меня игры стоят, которые я ставил. Файлы. Что у нас по файлам? Вот внутренняя память. Доступна 1,50 гигабайт. Всего написано 2 гигабайт. Хотя у нас сайте написано 4. Собственно, вот папочки наши. Небольшой вибра-отклик есть на клавишах. Тут, в принципе, ничего нет. Давайте посмотрим с карты памяти что-нибудь. Так, давайте посмотрим по музычке, что есть. Надо проверить, как тут играет музыка. Что-нибудь без авторских прав запустим. Динамик не такой уж и плохой. И вроде даже не фонит. А ну-ка, папочки. Короче говоря, музыка играет прикольно. Встроенного проигрывателя в телефоне нету, поэтому я сюда докачивал специальный проигрыватель АМП. Через него музычка и играет. Собственно говоря, вот здесь находится набор номера. В принципе, довольно жмется, все удобно. Здесь у нас сообщение. Здесь ничего кроме теледва нету. Камеру давайте посмотрим. Никакого автофокуса в камере нет. Сделаем фотографию. А теперь видео можем снять какое-нибудь. Добрый день. Это... Максимация, короче, проверяет МТС 970 на качество видео. Качество видео говно. Собственно, давайте посмотрим, что получилось. Ну, для тех лет не так уж и плохо. Для такого дешевого телефона вполне оправданно, я считаю. Давайте пройдемся по настроечкам и посмотрим... Вообще, Wi-Fi... А, Wi-Fi не подключен. Я Wi-Fi в деревне только проверял. Тут у меня дома Wi-Fi не подключен, поэтому интернет мы тут не сможем проверить. По звукам. Давайте рингтоны посмотрим, какие тут есть. Ну, в общем, крист. А, Wi-Fi немножечко... К distance. PIS K Продолжение следует... 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 также я на нем рубился в такую игру как геймайнер одна из любимых игр то моего детства тоже я не буду показывать все при все игры покажу только самые наиболее значимые короче эта игра про шахтера вот такого вот нужно проходить различные уровни выполнять различные миссии находясь в шахте находить различные сокровища и эта игра реально прям залипала я помню ехали в 2012 году на алтай тогда у меня был планшет еще не этот смартфон я просто все 9 часов поездки сидел и рубился в эту игру блин на таком экранчике уже пальцы немножко не достают туда тоже прикольная игра также я играл собой surface этом смартфоне вот тут у меня тоже стоит старая версия потому что новая мне нравится куда меньше там пропала та самая легендарная музыка которую вы сейчас слышите до сих пор помню как как в третьем классе на перемене своей любимой подруге одноклассницы поиграть давал до сих пор кстати с ней общаюсь переписываюсь созваниваюсь правда уже почти десять лет не виделись надеюсь что когда-нибудь увидимся у меня как с ней теплые школьные воспоминания были так и с этим телефоном папа тогда как раз таки в том году эта игра у каждого второго на телефоне было так можно вот так вот свернуть и так предыдущее приложение закрывать что еще можно посмотреть майнкрафт в майнкрафте тоже изрядно рубился на этом телефоне хотя впрочем я поставил сюда майнкрафт и честно говоря ужаснулся блин как я в такой вообще играл тут же тут же ничего неудобно на таком маленьком экране и шрифт говеный я старенькую версию также поставил вот у какой-то мир тут у меня стоит какой-то мир мир загружается чего-то я тут строил вообще непонятно чего но я помню я помню что я на этом телефоне в майнкрафте пытался строить город спринфилд из-за симпсонов и я помню еще что-то там строил я короче какой-то город на льду строил и я помню я помню я я попья киев из богатырей пытался построить что ли ох как это давно все было я до сих пор помню я даже примерно помню как выглядел тот мир но к сожалению я вам не могу показать потому что ничего у меня не сохранилось только воспоминаниях осталось на таком маленьком экранчике не все буквы видны и сейчас своими пальцами я на таком телефоне играть уже точно в в майнкрафт не могу я даже не всегда попадаю по нужным кнопкам ну и какую бы последненькую игру показать давайте энгриберс обычный энгриберс давайте я не помню играл ли я в бэтпигиес на этом телефоне может играл может и нет но точно не помню тоже древняя версия тут во первых старые версии за ностальгии стоят а во вторых новой версии телефон эта система андроида не поддерживает уже да и тормозить могут на таком слабом устройстве вот так пожалуйста победили собственно говоря такое вот такое вот у меня было детство довольно интересное довольно привлекательное ну как как ну смысле привлекательное незабываемое так сказать воспоминания с этим телефоном были все такое давайте теперь его выключим естественно тут есть bluetooth который сейчас включен bluetooth вай фай и очень много чего чего нужно было современному смартфон и нету фронтальной камеры на конечно какая фронтальная камера в таком дешевом телефоне может быть короче вообще отзывы у этого телефона смешанные но в моей жизни он меня только радовал и оставлял теплые воспоминания и вот спустя почти десять лет я его решила купить на авито хоть и никому практически не был нужен поэтому за 500 рублей продавали короче на этом все пишите в комментариях какой у вас был первый смартфон на андроиде или вообще кое у вас было первое устройство на андроиде мне будет интересно посмотреть ну а на сегодня все вас вас подписутся с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой стримский ой господи на мой влоговый канал и вступайте в руку вконтакте всем пока